Добрый день! Меня зовут Сергей, ОМЗАП-сервис, теплый стан. К нам сегодня поступил автомобиль Мохав. Клиент решил заменять немобаллоны вовремя, чтобы не произошла ситуация неприятная на дороге. Автомобиль Мохав 2012 года, пробег 202 тысячи. В принципе, автомобиль не проблемный, но в процессе, пока начали делать диагностику, выявились еще интересные моменты по утече масла. Так, по утече масла с коробки. Подозрения на задний сальник коленвала. Здесь у нас все в масле. Свежие следы, да? Да, свежие следы масла абсолютно. Все очень похоже, идет соединение коробки с двигателем. Все очень похоже на течь заднего сальника коленвала. Так, ну, не стоит спешить снимать коробку, потому что есть моменты. Давай сейчас. Автомобиль такой уже не первый, да? Да, это уже за последние две недели второй автомобиль с подобной проблемой. Тоже сначала была снята коробка, заменен сальник, оказалось, проблема не в сальнике. Клиент приехал нам, говорит, меняли. Ну, вот, решили разобраться, нашли основную проблему, из-за чего идет течь масла в эту сторону. Основная течь масла происходит из корпуса маслоохладителя, а также масляного фильтра. За время эксплуатации пластик теряет свою прочность, так же самое, как резиновые прокладки. Из-за этого происходит утечка масла в развал двигателя. Двигатель В6 дизель. После того, как масло заполняет все емкости в развале движка, есть дренажное отверстие для слива масла. И оно выходит аккуратно в развал в коробку, дренажное отверстие, и через коробку проявляется внизу как сигнал, что масло течет. И очень все похоже на задний сальник коленвала. Так что, вот, выхудительный, да? Да, так что в первый момент, когда приезжаете в автосервис с заменой заднего сальника коленвала, у вас течь идет, сначала обратите внимание на маслоохладитель, потому что, возможно, не придется снимать коробку. Лишний дорогостоящий ремонт делать. Основная задача с автомобиля – замена задних пневмообаллонов. Уже начались небольшие трещинки. Чтобы не произошло повреждения во время движения, клиент решил заменить это заранее. С первого, что начинаем делать, стравливаем воздух с системой пневмообаллонов. Замена пневмообаллона не составляет особой сложности. Просто травили воздух, провернули и достали. Иногда здесь бывает много ржавчины. Может быть затруднения со снятием, либо с установкой. Перед установкой все почистить, смазать и все получится. Так, подожди, это левая, вот он правая. Так, под пневмообаллоном, соответственно, новый старый, но очень устанавливался. Здесь видны трещинки, из-за чего здесь происходит разрушение и в дальнейшем может взорваться. Запускаем двигатель, накачиваем баллоны и, в принципе, ремонт закончен. Направляющие попали туда, куда нужно, в свои места. Баллоны накачались, все хорошо. Всем спасибо, всем до свидания. Подписывайтесь на канал, приезжайте на ремонт ОМЗАП-сервис. Теплый стан, Алтуфево, куда вам будет удобнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»